Всем привет, с вами Priya. Сегодня на стриме затронули мы весьма интересную тему, а именно средство передвижения в новом дополнении Battle for Azeroth. И относительно недавно на информационном сайте MMO Champion появились три новых маунта, которые будут даваться за некоторые достижения. Первые два за получение большого количества маунтов по типу старых достижений, получите 100, 150, 200 средств передвижения и тому подобное и так далее. Но и весьма новый критерий появился, а именно по количеству репутаций, у которых получено превознесение у вашего персонажа. Ну что ж, начнем. Первый маунт это похожий голем на гулдановского. Есть рейд в легионе, называется Цитадель Ночи. А в Цитадели Ночи, ходя туда в сложности обычной, героической и эпохальной, есть 1% шанс, как в актуальном режиме был 1% шанс, так и в последующих дополнениях он будет 1% получить зеленого голема. Голема зеленой расцветки. Проходя в текущий момент вплоть до выхода дополнения битвы за Азерот, Battle for Azeroth, 100% вероятность в эпохальном режиме получить его красную расцветку. Я его получил, я довольный, сижу и не мучаюсь с его получением. Теперь же за 350 маунтов будут давать такого ледяного голема. Надеюсь, у него будет такая же анимация с подкидыванием головы. Идем дальше. Далее средства передвижения, которые будут давать за 400 собранных средств передвижения. Это перекрашенный азарт. Азарт это конь, который дается для игроков Варкрафта, выигравших 3 игры в карточной игре Hearthstone. Сыграв и выиграв 3 раза против реальных людей, игрок в World of Warcraft получает для себя такого коня с названием Азарт. Если у вас его нету, то можно зайти в любое время дня и ночи и спокойно его получить. По-моему, эта акция действует еще до сих пор. Если нет, увы, я обманул вас. Такое бывает, но на самом деле очень редко. Так вот, за 400 маунтов дают его, не знаю, огненную, что ли, пылающую версию такого вот красного цвета. Весьма интересно, весьма красиво. Если в сочетании с каким-либо красненьким сетом, то будет смотреться весьма стильно. Ну и Феникс, который будет даваться за 100 фракций превознесения на персонажа. На самом деле, этот Феникс очень похож на темного Феникса, который дается за достижение гильдии. Может быть, их переработают, и он станет недоступен. Весьма интересный момент. Может быть, этому Фениксу еще добавят какие-то модельки в виде брони, или полностью ее перерисуют. Но факт в том, что за 100 фракций превознесения будет маунт. Это точно. Остается только ждать и надеяться на то, что этот маунт будет реально чудный и классный. Ну а пока ждем выхода Battle for Azeroth. Не забывайте смотреть YouTube-канал, на котором в ближайшее время я планирую что-либо делать по бете Battle for Azeroth. Очень надеюсь на скорейший сапуск копирования персонажей на бета-сервера, потому что без копирования персонажей мне, честно говоря, играть там очень скучно. И, если честно, не особо-то и интересно. Потому что очень хочется ощутить стартовую мощь персонажа. Ну и ВК-группу, в которую я закидываю различные анонсики, различные интересные моменты. И, конечно же, анонсы стримов, естественно. Всех вам благ, счастья, здоровья. Все ссылочки в описании. Берегите ноги. До скорого.